Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разговариваем о таком препарате, как стонозолол. А точнее, о некоторых нюансах и, самое главное, анализов, которые вам необходимо сдавать перед приемом данного анаболического препарата. Пока мы не начали, дорогие друзья, очень важно для развития канала ваше участие. Если вам понравился видеоролик, поставьте какой-нибудь плюсик в комментариях и обязательно также задавайте ваши вопросы в тех же комментариях. Также не забывайте подписаться на канал, нажать колоколец и еще можно шлепнуть лайк на видео. Итак, дорогие друзья, о том, что такое стонозолол, зачем его едят и так далее, я думаю, что мы можем поговорить в отдельных выпусках. И в первую очередь, на мой взгляд, на ютубе не хватает выпусков про анализы, которые нужно сдавать до и во время приема стонозолола. Именно поэтому видеоролики мои последние будут посвящены этим проблемам. Поэтому, дорогие друзья, опустим все подробности, зачем, как и почему, и поговорим с них в других видеороликах. Напишите мне, опять же таки, в комментариях, если захотите обсудить данные вопросы. А сейчас, на повестке дня, обсудим главные эффекты стонозолола, которые он производит на наши анализы крови. Как с этим бороться и что для этого нужно сдавать. Итак, дорогие друзья, обсудим самую первую вещь, которая лежит в информации везде на поверхности. Это снижение стонозолола в ГСПГ. Безусловно, вы можете использовать, соответственно, этот эффект в своих целях, когда вы используете стонозолол в комбинации с другими видами анаболических стероидов. Но для нас больше интересна задача, когда вы непосредственно находитесь до курса с тонозололом. И, может быть, первые 3-4 недели на курсе с тонозололом. Поэтому вот эти вариации с колебанием ГСПГ я, как правило, оставляю на время, которое уже отработал с тонозололом. Ну, на мой взгляд, оптимальное время измерения ГСПГ в этом случае и работы с ним где-то 3-4 недели. Если стонозолол не используется вами как соло препарат, что не самая лучшая идея на самом деле, то я думаю, что и вообще, соответственно, можно выдержать 4 недели, потом 5 недель выдержать, только потом сдать ГСПГ. И каких-то значений, негативных колебаний в ГСПГ не должно быть, если вы изначально сбалансировали, качественно продумали ваш курс анаболических стероидов. То есть, это отдельная тема о том, как сочетать анаболические стероиды. А сейчас мы говорим об именно эффектах, которые присущи данному препарату и какие анализы нужно сдавать до курса и в первое время, во время курса. Может быть, вы никогда не использовали этот препарат, чтобы понять, как он работает внутри вас. Во-первых, стонозолол снижает прогестерон. И вот здесь можно поработать с прогестероном. Опять же, да, я понимаю, что он, как мужчина, относится, типа женский гормон. Он у нас не должен быть там, да, типа вообще, давайте его убьем в ноль. Но таких вещей, в принципе, не должно случаться, когда вы в ноль убираете в себе какой-либо гормон. Поэтому за прогестероном стоит следить и, соответственно, не убивать его совсем в ноль. И тут все зависит от вашей генетической детерминированности. В первую очередь, от, может быть, каких-то сопутствующих эндокринных заболеваний. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, за прогестероном просто смотрим, наблюдаем. Ну, на мой взгляд, очень необходимо сдать изначально его, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Ну и дальше, ну, через месяц я бы так сдавал следующий показатель прогестерона, чтобы увидеть, допустим, эффект до-после употребления стонозолола. Дальше можно уже как-то прогнозировать эти изменения вашего прогестерона и, соответственно, понимать, когда вы его сдаете в следующий раз. Обычно следующая контрольная сдача прогестерона происходит, ну, через 3-4 месяца, если вы продолжаете использовать стонозолол, что все-таки, ну, обычно редкость, потому что чаще все-таки в среднем, там, 2 месяца курс идет, потом вы меняете стонозолол на что-то другое и прогестерон, ну, замеряете все равно в конце, так как вы отказались от стонозолола и тоже нужно понять, может быть, он на выходе сделал вам какой-то минус, ну, как, например, понизил прогестерон. Отдельно хотелось бы захватить эффект токсичности на печень и эффект акна, который создает, с одной стороны, токсичный эффект, да, что печень начинает хуже работать. Напоминаю, что печень вырабатывает желчь и дальше в желчном, соответственно, скапливается, да, печень накапливается, если печень вы как-то меняете, соответственно, работу печени, это скажется на желчь от токи, то это скажется и на том, что желчь, она является таким естественным, условно, антисептиком для нас, да, дальше она спускается ниже и, соответственно, получается, что помогает обеззараживать, это я опять очень просто говорю, обеззараживать ту пищу, которую вы потребляете, потому что любая пища, она не является, да, абсолютно стерильной. И, соответственно, в чем дело, если у вас были какие-то с этим проблемы, вы это не отследили, то прием гепатопротекторов поздно, когда вы уже, да, вот этот вот качковский, на качковский манер прием гепатопротекторов, когда вы позволили, да, сначала нарушить ваш естественный ход работы, да, всех печеночных маркеров и так далее, потом уже накинули гепатопротекторы, то есть вы как минимум спровоцировали возможное нарушение или не знали об этом нарушении, которое у вас было еще до приема стонозолола, то есть вы его усугубили, спровоцировали рост избыточного бактериального роста, да, синдром избыточного бактериального роста спровоцировали. Далее, соответственно, вы вроде бы вернули показатели печени, как это многие делают в норму, да, там отказались от стонозолола или добавили гепатопротекторов и так далее, отдельная тема использования гепатопротекторов на курсе тестостерона. Но здесь, что важно, вы запустили синдром избыточного бактериального роста, возможно, этим. Опять же, из-за того, что это производное стонозолол является производной ДГТ, вы, соответственно, тоже провоцируете рост акна. Это тоже воспалительный процесс, по сути, который тоже увеличивает рост бактериальный. И, как я уже говорил, бактерии, они будут кушать ту пищу, помогать вам, которую вы потребляете, и нарушать вход естественного всасывания белков, жиров, углеводов, вообще приводить к расстройству кишечника. Поэтому вот этот момент очень важный, и мы должны сдать как показатели билирубина, лата, осата, щелочной фосфатазы, гамма-ГТ, так и, соответственно, происследовать все органы брюшной полости вообще, потому что употребление любых токсичных средств должно быть четкое понимание, что внутри. Поэтому хотите кушать станозолол, делайте УЗИ брюшной полости. Обязательно, дорогие друзья. И, конечно же, анализ хромоспектрометрии по методу Осипова. Обязательно. Я бы не стал при грамотном подходе к современной медицине использовать станозолол без анализа ХМС по Осипову. Следующий момент, который стоит учитывать, это, конечно же, ваши больные суставы, потому что станозолол, да, с одной стороны, он уводит лишнюю жидкость, да, в межклеточное пространство, выглядим мы сушим, но с другой стороны, снижается и, соответственно, жидкость внутрисуставная, да. И это приводит к тому, что, ну, вроде как, соответственно, у нас повышенный риск травматизации. Опять же, я не буду вам рассказывать весь механизм о том, как станозолол условно снижает жидкость внутрисуставную, как он может сделать и связки ваше менее прочнее. Здесь нужно будет полезть в биохимию, и мы об этом поговорим, может быть, в отдельных выпусках. Пока давайте зафиксируем в своей голове, что станозолол противопоказан людям с яркими травмами опорно-двигательного аппарата. И, конечно же, конечно же, хотелось бы обратить внимание на то, что отдельного, еще раз повторюсь, выпуска зависит механика работы станозолола. И в кавычках назовем это, ну, что он там осушивает суставы, как говорят, лишает их жидкости. Ну, мы это сделаем немножко не научненько, так просто в голове зафиксируем, что использовать станозолол с больными суставами и связками не самая лучшая идея. К тому же он очень может резко увеличить ваши силовые, что тоже на этом фоне может привести к дополнительным рискам травматизации. Следующий пункт, дорогие друзья, по станозололу – это высокий предстательный антиген, да, и все это в сторону того, что станозолол – это производная, да, ДГТ, и, соответственно, получается, что у вас высокий риск проблем с простатой. Поэтому контроль ПСА на станозололе я бы делал ежемесячно. Это, поверьте мне, дорогие друзья, не лишняя процедура. По поводу выявления состояния гематокрита на курсе, по поводу, соответственно, жалоб на высокое давление на курсе станозолола, по поводу вот этих рассуждений про свертываемость крови, как и на других анаболических стероидах, необходимо, особенно первое время, да, или на увеличении дозировок препаратов, контроль каулограммы, как минимум ежемесячной. И никуда вы от этого не денетесь. Ну, соответственно, нужно понимать, что если вы грамотно подходите к курсу, и особенно если вы первое время собираете информацию о том, как у вас идет реакция на те или иные препараты, чтобы понять, как ведет себя реология крови, каулограмму нужно сдавать. Обязательно. Дорогие друзья, есть приятный эффект, то, что, соответственно, у нас станозолол может использоваться в лечении анемии. У мужчин часто анемия провоцируется геморроем, да, и, соответственно, силовики, ну, много силовиков особенно страдают этим заболеванием, не проводят хирургические какие-либо вмешательства. И в каком-то смысле это в определенной степени оправдано, чтобы компенсировать анемию, потому что у станозолола имеется такой более выраженный эффект в этом плане. Вот, конечно, нужно смотреть анализы, нужно сдавать ферритин, нужно сдавать железо сыворочное для понимания того, что есть ли у вас анемия. И если, соответственно, вы пережили острые геморроидальные проявления, то тренируетесь как-то по лайту, тренируете только верх тела. Если вы сейчас хотите скомпенсировать, да, потерю крови, то, может быть, соответственно, это будет и оправдано для вас. Поэтому такие вещи нужно задуматься. Но, опять же, мы все это дело подбираем, ориентируясь на целый комплекс анализов, а не на один симптомокомплекс, там геморроидальных проявлений и все. Также, дорогие друзья, на своем клиническом опыте встречал, соответственно, исследования, где были зафиксированы такие незначительные легкие проявления в пролане снижения пролактина. Но это работает не всегда, не у всех, но такие моменты с использованием станозолола есть. Также я встречал людей, кто полностью пользуется, может полноценно пользоваться им как ингибитором. Но здесь важен вопрос о генетической определенной терминированности, как я уже говорил. Реакция пролактина, выработка, она у всех очень разная. Еще есть невыявленная аденома. Невыявленная аденома, которая целая проблема, то есть надо знать, есть ли у вас аденома гипофиза. И это меняет очень во многом вообще подход к употреблению, соответственно, анаболических стероидов. Знаю, повторюсь, опять же, много людей, кто с аденомой их использовал годами и просто не знали, что у них была аденома. Вот. И, ну, как выясняется, они не отказывались, то есть приходили ко мне до, после. Я даже рекомендовал отменить анаболические стероиды, они не отменяли. И, соответственно, просто благодаря корректировке, да, препаратов выяснялось, да, что все-таки аденома у нас не растет. То есть удавалось достичь какого-то баланса. Ну, опять же, повторюсь, тут с аденомами еще отдельного выпуска заслуживает вопрос. Напишите мне в комментариях, кому интересно. Для себя я бы отметил вот какой момент, что стонозолол это неплохо в комплексе, если его используют для снижения пролактина. По крайней мере, можно замерить на фоне до и после приема. Напишите мне в комментариях вообще, есть ли у вас реакция на снижение пролактина, если кто-то использует стонозолол. Дорогие друзья, ну так вот вкратце выглядит информация от стонозололи, напишите мне еще. Конечно, я тут озвучил далеко не, так скажем, все комплексы мероприятий. Отдельно повторюсь, что, конечно же, сдача липидного профиля обязательно, я просто во многих других своих выпусках говорю, что вот анаболики и липидный профиль обязательно сдаем. И, соответственно, конечно же, в этом случае, как и во многих других, контроль липопротеидов высокой и низкой плотности тоже крайне необходим. Но базовые вещи, на мой взгляд, по анализам я здесь озвучил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дорогие друзья, и пишите мне в комментариях, какие вы анализы сдаете на приеме стонозолола. И да пребудет с вами здоровье!